Старалась вовремя. Слишком длинный шабовидный опрос. Я бы это все вот так сделал. Короче, немножко. А то у тебя получилось, что затылок на зрителя, а мозг вот туда убежал. Вот попробуй еще раз проверить, посмотри. Ну что ж, не было, но иди такой вещи. Почти наверняка следующий раз придется исправлять. Потому что самое серьезное, ну всего два правила в рисунке, по большому счету. Вы первая, самая главная, нарушена. Коль, с твоей точки зрения, какое правило в этом рисунке нарушено? Оно начинает с рога и потом дальше. А с чего начинаете? С общего контура. Разумеется, вы не замкнули общий контур и начали работать с деталями. А дело в том, что это надо обладать уже безукоризненным глазомером, очень хорошо развитым. Для того, чтобы не нарушить пропорции в деталях, пока у вас нет общей картинки. Поэтому давайте на остатке времени попробуйте все-таки внешний контур сделать. Помните про мальчиков и девочек вы по рисунке, да? Садитесь. 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 Раз, два. Половина высоты глазниц. А если помните высоту вот этого зуба, вот опять в зубном ряду давай посмотрим. Подожди секунду, давай вот о чем. У тебя, вот если взять вершинки зубов, поставить на линию, линия вот такая. Согласен? А ты видишь, что на самом деле вот этот зуб, вот в эту точку, вот в эту точку, а это в 20-х точках опирается на плоскости. Так линия? Вот этой части просто нет. Вот видишь, здесь же он совсем не нужен. А почему? Потому что он стачивает с этой стороны, но мы сильнее. Ну поскольку вы все уже старички, не первый раз занимаетесь, мне интересно ваше мнение. А вообще наша с вами работа, вот вам лично, не мнение ваших родителей, а вот вам лично что-нибудь дает? Да. Ну что ж, это очень славно. Если так. Чем человек больше умеет, тем он лучше к себе относится. Это очень хорошая база для самоуважения. Ну я еще тоже слушаю такие лекции, думаю, сколько людей не нашлось в жизни только потому, что на жизненном пути в школе не встретился хороший преподаватель. А сколько людей не нашло пути в жизни, потому что на жизненном пути в ней встретился хороший начальник. И так далее, и так далее. Ну мир несовершенен. Что с этим делать? Заинтересовать его плечи, если в основном неинтересно, невозможно от слов совсем. Мне, по счастью, до сих пор чертовски это все интересно. И интересно возиться вот с этой всей публикой, понимая, что каждый из них важен. Каждый из них. А как тут начинаешь внести разумное, доброе, вечное в массы все, это мотивы, профессиональные мотивы. Масс не бывает. Александр Васильевич болится. Нет, Александр Васильевич не в массовом все. Здесь не так важно, что он сам говорит, но я так хорошо знаю, как он работает в натуре, я же это видел. Это совсем другая картинка. И вы знаете, я бы на этом этапе, ну, дойдем еще немножко, чтобы наберите вот эти вот линии построения, так, я бы на этом этапе просто завершу. Завтра доделываем носки, стрельнем в порядок линии и займемся залегчим. У вас вполне завершенный эскиз, ну-ка, давайте-ка я взгляжу. Ну, еще швы. Нет, ну, швы это и таки. Значит, пропорции главной очки, ага. Ну, немножко вы потом корректируете височное окно, это вы сами увидите даже. Вполне себе. Вот это будет трудное место, но как раз залегка позволит показать, как здесь что сочетается. Ну, а что это завтра? Очень удачный, хорошо. Ну, давайте посмотрим. Так. Хорошо, да. Не увидели обновления, немножко вам это пока мешает. Но это мы корректируем уже завтра. Видите, что я не могу. Как только вы ее провели, я сразу даю понятнее, что вот эта часть ванна отсюда. Здесь вот такая форма корректирует. Так? А значит, все в остальном отличие. Все хорошо. Давайте не будем спешить, потому что начало у вас вполне. Ну, вот эту руку мы переделываем, но, конечно, не так нам делать. А все остальное вполне нормально. Так? Только вот спешить сейчас не надо. Знаешь, как говорят, там поспешишь и где-нибудь смешишь. Ну, достаточно будет испортить хорошее начало. Продолжим завтра. Ну, Коль, вот такие детали швов сейчас, тем более так нажимаем на карандаш. Мы же с вами говорили, когда делаешь эскиз, сильное нажатие допустимо или нет? Ну, а зачем? Сейчас рисунок не трогай, оставь. Начало, вот если не считать этого швов. Начало очень хорошее, так? Доведем до очень хороших схожей. Если уж тебе не герпится, сейчас что-нибудь с рисунком поделать, убери, это зашло. Просто. Вы спрашиваете, интересно ли они предлагают завершиться, а они как будто ничего не слышали. Пускай, пускай, это полезно. Пускай, пускай, это полезно. Вот это иначе. Да. Держи, пожалуйста, мышцы, совершая работу, тянуть могут? Вот, хорошо. Толкать могут? Нет. Ни одна мышца толкать не может. Только тянуть. На досуде. Попробуй представить себе, как должны выглядеть мышцы, вызывающие опускание века, осмаркание. С учетом того, что толкать мышцы не могут, только тянуть. А крепить ее надо? Да. Крепить ее можно к глазу или к черепу, все-таки? К черепу. К черепу. А теперь помнишь, что нельзя висеть на потолке, приклеившись одной точкой. Что с площадью надо сделать? С площадью. Вот. Есть эта острая достаточно грань. Да. Так? Значит, верхушка глазной орбиты. Так? Площадь у нее большая или нет? Не очень. Не очень. Можно ли получить большую площадочку для мышцы? А если оставить ее как лезвие-бритвы, гладенькой, то ничего не будет. Поэтому возникает вот этот рельеф насечек. Причина вот этого рельефа, вот обратите внимание, ось ровная. Крыльоносных сосудов. Вопрос. А почему вот здесь можно без них, а вот здесь совершенно необходимых разносных сосудов? Расти. На. Расти нужно. Расти. Вот эта часть ровности? Охлаждание. Охлаждается. Охлаждение – хорошая идея. Нет. Вот здесь поверхность гостя вот такая, а вот здесь? Рецепт. Ммм, колецерка. Классная идея. Крыльоносные сосуды. А это что такое? Основание – это маленький, слышишь? Вот это. Основание рогов – это выросток лобных костей черепа. Так? Но поверх этих выросток роговой футбол. Отсюда название всей группы – пола-рогия. С полостью внутри рога. Теперь вопрос. А что такое рог? Вот это. У нас с вами есть что-нибудь похожее на ногти? 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 Волосы не совсем. Ногти? Скажите, а вот там под ногтем кожа есть? Да. Есть. Классно. А в каком месте ноготь растет? Волосы. У основания ноготь – вот такой полунический мультивый опазух. Там как раз делятся клетки, создающие, потомки которых будут строить роговое вещество, из которых ноготь построена. А как положено, чтобы строить роговое вещество, устроен материал надо получать? Да. А кто его приносит? Ну, кто-то за соседом. Это понятно? Почему в этом месте так много выходов кровеносных сосудов? Да, ну, строим человек. Строим роговое вещество. А роговое вещество – белок. А это одно из самых дорогих веществ в организме. Поэтому крови надо очень много для того, чтобы построить такую пластиночку. Да? А толщина стенки здесь, дай бог. Так что очень активно кровоснабжение. У черепахи вот здесь вот слизистая оболочка, а нега изнутри чем покрыты? Роговые пластины. То, что эти черепахи совершенно нормально питаются кораллами. Вы когда-нибудь держали в руках высокозвестового коралла? Ну, да. А теперь, только никогда этого не делайте. Представьте себе, что вы грызете коралловую веточку. Вопрос, что с вашими зубами? Они просто рассыпятся все. Исключительно жесткий материал. Как умудряются черепахи все-таки размалывать ветки кораллов, для того, чтобы получать, оттуда выплевывать все жубы, безвестковое. И переваривать, собственно, полипов, которые все это дело построили. А для этого-то и нужна вот эта роговая выстилка внутренней области. Она, конечно, царапается, изнашивается и так далее, но с какой скоростью она строится изнутри? Больше. Так что вот почему такая буряская поверхность. Самое интересное, что с детства про эту штуку знаете присказку? Присказку? Присказку знаете из сказки про сестрицу Алёнушку и братца Иванушка. Из чего там Ванечка не должен его пыть? Копытцы. Копытцы. Ребята, почему-то считают, что когда говорят, не пей, из корольевого копытца келеночком станешь, имеется в виду след, который келенок оставил в земле. Вы себе представьте, что надо сделать, чтобы набиться из следа. Это надо встать на карачки, извиняюсь, и носом тыкаться в землю. Это безумно, с таким образом попробовать напиться. Вот вам готовый стакан. Вот он. Вот и вот. То, что в Киевской Руси на пирах княжи пили меда сорокалетняя из турих рабов. Этого слышали все. А вы что думаете, что из таких рабов только за княжеском столом пили? Я не хочу. Все, у кого есть корову, там корову забили рано или поздно, рога где ушли, шли в качестве готовой посуды. Ну, вот она посудная. Как, по-вашему, вообще стеклянные стаканы когда появились? Здесь, наверное, не посуды. Как мы эти зерога? Тогда этого из чего люди пили? Как мы встали, у нас глиняные посуды. Глиняные чашки, конечно, и так далее. Но в хозяйстве, вот так, чтобы ни делать, ни лепить, ни отжигать, ничего же не ходить. Вот они вещи, которые, собственно, и обрабатывать-то не надо. Копыльцы и рожа. А ты выходишь? Брать сначала с песочком, как следует протрать, да? Потом надрать в лесу мха, да? А вообще, после того, как он с пском очистено, бросали просто воду на обед. И бактерии съедали все мягкие ткани, заметно, да? Там просто никакой мягкой ткани не оставалось. После этого окончательное мытье, и все. Совершенно чисто расписывается. Это дети, которые не сдавали чабурат и бутылки. Не знаю, каких мыть.